Дворивший с человеком и даравший ему смысл жизни, только не ругаться. Микрофон сразу возьмите поближе, ничего не слышно. Что говорю? Ты что сейчас сделал? Ну, поближе микрофон возьмите в руки, плохо слышно, я же сказал. Говорю, ты что сейчас сделал? Мы пришли сюда людям рассказать о Боге, о Вечности, о Христе, потому что здесь все, что попало, делают, нигде больше такого нету, это злодейство. И блудит, открыто, и показывает органы, и что попало. И мы за этим пришли сюда, чтобы людей ознакомить с Богом. Это Библия? Да. Лучше показывай Коран, а это ложь. Вот, Библия, откровение Бог дал. Что ждет людей, как мир сотворенный, как Господь за нас умер, и снова придет судить этот мир, как все воскреснут. Ядя, лучше читай Коран. Ну, а ты сам-то Коран считал хоть раз? Да. Да, считал. Ну, постой, подожди. Давай, считай, что написано? Ну, переводи на русский язык, еще там написано было. У меня, у меня о Коране написан целый том. У меня 38 книг вышло. Я разбираю весь Коран по сурам и аятам до одного. В сравнении с Библией. Ответ. Ответ. Не нападает еще, просто сравнение делается. Я вам вопрос задам. Ваш, кто вам религию отудал, он воевал с оружием в руках? Да. Воевал. Сколько сражений у него было в жизни? Я... Да не знаете. Пророк Мухаммад. А какая, как вы знаете Библию? Я, например, могу сказать, Христос не брал в руки оружие. И нам запретил это делать. Мы мирные люди. А теперь я... Пророк Иса. Иса это пророк. Он не... Ну, пророк. Узнали. Пророк. Пришли. Скажите, в каком веке ваша религия появилась? Наша религия появилась, когда эта земля появилась. Понимаете? Я вам скажу. Мухаммад умер в 632 году. Шесть столетий прошло. А вы теперь правильно, неправильно? А христиан только в первом веке 475 тысяч казнили. Неправильно переписали. Пророк. Вам ли это знать, когда вы пришли через 600 лет? У нас откровение Божие. Я не знаю, как... А что знать? А он не знает. Да что ты будешь знать, когда 600 лет прошло? А у нас переписывали, ни одной буквы не потеряли. Бог говорит, я бодроствую над Словом Моим. Вам надо прислушиваться. У нас написано, Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Только не уходи, не отключайся. Написано, Евангелие Отяна 3, 36. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Почему вы это не знаете? Вы говорите, у вас Дуайт, у нас Давид. Если Давид, известный вам из Ветхого Завета, а эта книга целая, им написано 150 псалмов. Почему у вас в книге вашей нет ни одного псалма? Потому что на слух брали-то, никакого откровения-то не имели. 150 псалмов, ну хотя бы один. А теперь у вас Ибрагим, у нас Авраам. Почему Авраама избрал, как Бог у вас не указано? Да нет, он ничего не знает. Кто писал-то, он так на слух слышал, говорится, звон. Так нельзя делать. Надо к оригиналу обратиться. Оригинал это Библия. Тогда все на месте будет. А Коран это не оригинал? А? Коран это не оригинал? А оригинал чего? Через 600 лет. Я не слушаю. Оригинал того, что написано было в 6 веке, в 7 веке. А это оригинал, да, оригинал в 7 веке. Но это осталось-то не один оригинал, это почти 35 из них только соединили, выбрали. Вы хотя узнаете, как писался Коран. Это никто там пишет. Я никого не написал, понимаете? Коран никого не написал. Вы совсем не знаете. У жены только было 3 экземпляра, говорит. У жены его было 3 экземпляра. Разная. Очень большая разница. И тогда уже там имамы кто собрались, и тогда что-то убрали, что-то оставили. Я не опровергаю. Я принимаю это? Нет. Это ложь. Наоборот, в Библию все люди написали. То есть вы не знаете. Вы посчитайте журнал «Звезда Востока». С неба Аллах переслал. Слушайте, дядя, наоборот, это Библию люди написали. Вы конкретно можете сказать, в какой день человек создан? Конкретно. В какой день? В какой день? Ну да, по счёту. Тогда не был день. Тогда не был день. Я не знаю. Я этого не знаю. Ну как нет? В неделе? Заметьте. Человек побился в этой земле. Кто он был? Ну ладно, послушайте, вы молодые, ничего не знаете ещё. Я вас не упрекаю. Вот посмотрите. Есть у русских, у татар, буддисты, разной народности. Но у всех есть три пункта, которые все одинаковые. Скажите, у всех народов во все века есть три пункта, которые одинаковые всё. Что именно? Не знаете, тогда запоминайте. Все религии говорят, был потоп на земле одинаково. Только одни говорят, а реальный был там Междуречи. У нас по всей земле горы покрыты. Второе. У всех семидневная неделя. У всех семидневная неделя. Независимо от того, буддизм, мусульманство, кто кто. И третье. Все верят, что за добрые дела будет награда за гробом, а за плохие – отмущение. Это все одинаково понимают. Вот три пункта. Поэтому мы пунктам спорить не будем. У нас всё одинаковое. Я спрашиваю, сколько сражений провёл ваш родоначальник-то? Не знаете. Я вам отвечаю. Семьдесят два. И только два были обороны. Семьдесят два сражения провёл он. Кто? Кто? Мухаммад. Кто? Кто? Я тебе говорю, основатель религии. Чё ты как маленький-то? Ты совсем не... Семьдесят два сражения. Сражения он провёл с мечом в руках. И только два были оборонительные. А остальные ограбили караваны. Это всё рассказано же. Не где-то «Звездна Востока». Мусульманский вестник ежедневный. Знаете вы? Да. Ну, мы должны сказать, я не обвиняю, просто историю надо знать. История. Дядя, дядя, слушайте. Пророк Мухаммад, слава Аллаху, али-васаллах, сколько человека он убил? Так, поближе микрофон возьмите, я плохо слышу вас. Сколько человека он убил? Что за человек он был? Нет. Сколько человек он убил? О, сколько человек, да, в битве-то кто считал? Сколько? Может, тысячу, а может, пять тысяч. Большие, огромные. И каждому нож подставлялся сюда. Или принимаешь веру, не принимаешь. Быстро распространилась вера. А у нас-то слово, рождение свыше. Вы об этом даже не слышали никогда. Дядя, я вас слышу, я вас слышу, я вас слышу. Это журнал «Звезда Востока» Шаббат выпускает. Послушайте, «Звезда Востока» журнал «Шаббат» мусульмане выпускает, Академия наук. Там проверено тысячу раз все. Я вот Коран достал где? В Йеменском посольстве, в Москве. Йемен, страна такая. Да, я знаю Йемен, я знаю, Йемен, я знаю. Ну, вот так. Так, если вы пожелаете больше узнать, вы можете зайти на наш YouTube, «Восвете Библии» называется. У нас там 14 700 роликов, как мы деревню православную строим. Мне пришлось однажды беседовать в большом собрании у мусульман. Там были мулы, имамы, и мне дали слово. И я сказал у них, скажите, вот у вас до брачной ночи, какой процент сохранения девственности? А они меня даже не поняли. В этом вопросе мусульмане для нас пример. 100% сохраняют девственность. А у нас уже в седьмом классе на вторую букву алфавита. Дядя, дядя, вы говорите, что пророк Мухаммад убил пять тысяч, десять тысяч... Нет, это нет. Вам не давать... Ну скажи, я не знаю, скажи лучше не знаю. Спорить я не буду спорить, я вам ответил. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я 56 лет учусь. 56 лет. Вот мы... У меня 38 томов вышло книг. Я решил их подарить библиотекам мира. Мы в Барнауле живем. Мы дошли до Владивостока, лес и порт находка. Где? А отсюда потом закинули книги границы и проехали до Португалии. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику, Север. Я подарил 650 библиотек всей книги. Мы встречались в шести мусульманских республиках были. В Азербайджане, в Баку, в доме мулы ночевали. У нас там беседа, все в интернет записано. Они очень грамотные. Жена у нее на четырех языках говорит, а он сам мула на шести языках может понимать. У них высокий уровень образования. И они нас приняли как родных. Она идет по городу, на меня... Она преподает там в университете, где говорит, это мой отец приехал, мой учитель приехал. Она прямо светется. Потом пошли в мечеть, там помолились. В мечеть. Она не зашла, у них там отдельно женщины. А мы помолились среди мечети. У них как раз между намазами время было. А они там, эти ваххабиты-то, вокруг сидят. Я когда встал с молитвы, а последний поклон мы вот так сделали, как у мусульмантов, головой в пол. И помолились. Когда встали, а вокруг нас они стоят вот так вот. Суровые бойцы, видно, воины. Но когда мы поговорили, они у меня по плечу хлопают, смеются, радостные такие. Нам говорили, в Чечню не ездите, головы режут. Мы там, кажется, два или три раза были. Нас как родных принимали. Вот мы проехали 120 тысяч километров. Это по экватору, три раза вокруг экватора. И нам, мусульман, встречалось очень много. И нигде плохого они нам не сделали. Ни разу, нигде. Они очень любят, когда молятся. И мы выезжаем везде, палатку расстилаем военную и молимся. А они недалеко от нас. Если мы молимся, они нас в обиду не дадут. Я на сто процентов уверен. Вот так. Ну, если вопросов нет, будем прощаться, дорогой. Дядя, дядя. Меня зовут Игнатий Тихонович. Дядя, слушайте, лучше много читайте Корана, хорошо? Что Корана? Лучше, говорю, много читайте Корана. Да. Хорошо? Лучше, говорит, много читайте Коран. Я вам говорю, книгу целую написал. Много. Ты меня учишь. Я могу сказать, сколько букв в нем. Ты запиши. Я ей скажу, какой размер. Вот что, если по одному часу будешь считать, по одному часу. Вам потребуется 16 с половиной дней. Вам эту информацию никто не даст. У меня все высчитано по Корану. До одной буковки. Если хотите, я сейчас вам дам, вы запишите, сколько слов, сколько аятов, сколько сур, сколько раз упоминается Марьям, сколько раз Ибрагим, сколько якоб. Каждая. И в сравнении с Библией, сколько в Библии, сколько здесь. Все сравнено. Это материал, он ниоткуда взятый. Я лично им занимался. Поэтому Коран для меня книга не чужая. Я ее от корки до корки по одному листу на несколько раз прошел. Нет слов просто вам. Нет слов. Да. Мы когда беседуем с мулами где-то, они очень это ценят. И никогда не спорят. А один из них встал, они приехали, у них лес поменьше, у нас 100 поклонов. А у них там 50 или сколько, 100. У вас намаз 5 раз, у нас 7 раз, не считая утром, вечером. То есть у вас 5-кратные, у нас 9-кратные. А там мы отдельно, это редко кто православный, это молится так. И вот один из них говорит, они в Мекке были, в Медине, паломники. Хадж совершали, хадж называется. И вот один и говорит, да горе нам, если сын Марьями будет судить нас. А я говорю, как раз он и будет судить. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Они очень внимательно слушали. Христос умер за нас. Я рассказываю один пример. Вы скажите, кто такой Чингиз Айтматов? Чингиз? Чингиз Айтматов. Не знаю. Это писатель, герой социалистического труда Киргизии. Город Фрунзи тогда был, сейчас Бишкек. Мусульманин. И он написал последний роман, называется Плаха. Плаха, доска, на которой головы рубят. И приехал корреспондент к нему из литературки Москвы и спрашивает, Чингиз, кажется, Ахматович или как-то его величать. Он говорит, а почему у вас главный герой христианин? Вы же мусульманин. Говорит, да я мусульманин. А почему главный герой христианин Аристар? Он говорит, Мухаммад много добра сделал. Но умер за грехи людей Христос. А это несравненно выше. Это он отвечает. И отвечает правильно. Писатель, герой. У него прекрасное произведение. У меня брат священник, так они лично с ним встречались. Чингиз Айтматов. Ну ладно, я буду отходить сейчас. До свидания. Дядя, дядя, одного не забывайте, что пророк Иса, он и умер, он жив еще. Он пророк и одновременно во Святой Троице второе лицо. Не надо по-человечески рассуждать. У нас есть такое. Христос говорит Никодиму, надо бы народиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть старости Божия. Я с мусульманами беседую, что только они даже не слыхали. У вас плотское понимание все. Вот на месте мы дружно, мы там пойдем, то у нас другое совсем. Мы духовно соединяемся. Господь говорит, наше тело – храм. И мы с Отцом Небесным придем и обитель сотворим. Вот как. Дальше. Три, двадцать апокалипсис. Говорит, сестаю у двери и стучу, у двери сердца. И кто услышит, отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мною. И вот, Господь, ваше сердце сегодня стучится. Так, если вы думаете меня найти в скайпе, Игнатий Лапкин, вы меня найдете. Я один с этой фамилией. На весь интернет. Игнатий Лапкин. Напишите, пожалуйста, здесь. Пожалуйста, напишите здесь. Здесь нельзя писать. Здесь что напишешь? Я сейчас ухожу уже. Мы только что пришли из храма. Осталось три недели до Пасхи Христовой. Когда будем говорить, Христос воскрес. Он здесь просит написать. Вот здесь вот. А что тут написано? Не, написать. Игнатий Лапкин. Чтобы он запомнил. Так у меня здесь городушка-то. Как я? Давайте я подержу. Ну, давай, бери. Брата Писана, пиши, пожалуйста, чтобы я списть сделал. Да. Держи. Это, видишь, у меня тут пристроено. Так. Минуточку. Где она? Здесь? Ниже, ниже. Ниже? Ниже, да. Ну, что дальше? Годится так? Дядя, дядя, в Ютубе как вас зовут, зовут, в Ютубе? Так, подожди-ка, я сейчас вам кое-что скину-то. Да ладно, разошел такой разговор. Подожди минутку, сейчас не отходи. Я сейчас скину данные наши. Ну, это, может, большая, она с трудом поместится. Минутку. А где я искать-то его буду? Здесь, в опере. А где? В оперу зайдите. Вот это? В оперу. В оперу. Ну, вы же через оперу зашли. Ну, вот так. Сейчас, сейчас. Смотри, сейчас еще. Да, 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 смотри. Вот, я вам скинул данные. Прочитаешь потом. Данные. Где у нас сайт? Где что находится? У нас очень большие ресурсы. Ну, все тогда. На этом прощаемся. Одни минуты, пожалуйста. В Ютубе как зовут вас сайт? Сайт называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Сайт, сайт «Во свете Библии Игнатий Лапкин» сайт надо подставить. Нет, он в Ютубе как канал называется? «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Ютуб. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Везде одно и то же. Только добавлять на этот сайт, форум. Канал. Ютуб. Вот это то. Понятно, понятно. Да. Всего доброго, пока. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Вас как звать-то? Магомед. Магомед. Да благословить тебя, Господь. Трудись для Бога. Вот я вам показал. Видите, как он у меня заряжен? Так, храни. Так, у меня куда? Только, пожалуйста, на чистое место поставьте, хорошо? Он говорит, на чистое место только. А куда же я его удену-то? Что, ты не видишь, что ли, как он заложен-то? А молодец, нет слов просто вам. Нет слов. Я показал тебе и Библию, и все. Надо жить честно. А тут мусульман процентом 80. И ругаются, и что попало делать. Я говорю, вы нарушечные мусульмане. Но, правда, один вот так вот увидал меня и заматерился. Ну, я ему выговорил. Он тогда, давай, простите, я вас не видел. Я просто кому-то там говорился, а заматерился. Я говорю, вас Аксакалов уважают. Мне 80 лет, а тебе там 35. Нет, нет, это я не на вас, не на вас. Я говорю, вот, русский, может быть, не изменился бы, а ты извиняешься. Ты хороший. С Богом. Во славу Божию. Так, давай я закончу. Так, смотри. У нас тут съемка идет. Это все выставляется. Зайдешь на наш YouTube, сам себя увидишь. Хорошо, что говорил, не ругался. Тебе будет приятно на себя посмотреть. Он говорит, все. Так, все. Так, все.